Местные работодатели приглашают в Карелию специалистов из других стран. Так, оздоровительной организации понадобились тайские массажисты, а языковому центру – преподаватели английского, носители языка. Реальную потребность в экзотическом работнике нанимателям еще придется доказать, ведь на эти вакансии могут быть желающие и на местном рынке труда. Кто и как определяет необходимость в таких кадрах для региона, расскажет Эдуард Тор. 16 педагогов дополнительного образования из числа иностранных специалистов требуется одному из петрозаводских языковых центров на следующий год. По словам директора организации, общение с носителями языка ничем не заменишь. Если ребенок учил всю жизнь с учителем, который выпустился, например, в 70-60-м году и никогда не был за границей, то он не поймет речь иностранца и не ответит на вопросы. Дать разрешение на трудоустройство в регионе граждан других стран может межведомственная комиссия по вопросам внешней трудовой миграции, привлечения и использования иностранных работников. И ей для этого нужны весомые аргументы, так как в приоритете прежде всего трудоустройство жителей Карелии. Главная цель нашей рабочей группы – это принять взвешенное решение о необходимости привлечения иностранных работников на наш рынок труда с учетом приоритизации местных трудовых ресурсов. Поэтому мы каждую заявку будем очень взвешенно рассматривать. В необходимости трудоустройства полутора десятка зарубежных педагогов убедить комиссию так и не удалось. Для развития экономики региона сегодня важнее дать работу своим специалистам. Кто за то, чтобы отклонить эту заявку? Оставить еще на год своих тайских массажистов просила и местная организация в сфере здравоохранения. По словам работодателя, у них есть сертификаты о прохождении программ по тайской методике, а также немалый опыт. К тому же там они обеспечены жильем и пищей. Это как изюминка. Мы пробовали на самом деле обучить своих специалистов, но, к сожалению, те вековые традиции и сами техники тайские. Но этому невозможно научиться. И в этом случае комиссия заявку отклонила. Причиной могли послужить ошибки в представленных документах. У обоих работодателей указанная зарплата по разным причинам оказалась ниже фактической. Были и другие нарекания, по которым документы требуют доработки. Возможно, что тайский массаж в следующем году придется осваивать уже местным массажистам. Эдуард Тур, Владислав Будников, САМПО ТВ 360.